МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые симптомы могут появиться уже в течение 1-2 дней с момента заражения. Грипп начинается остро, сразу с резкой подъема температуры. Температура, как правило, высокая, выше 38. И в первые дни нет катаральных явлений. То есть нет ни насморка, нет ни кашля. Медицинские работники не устают повторять, что заболевшие гриппом и ОРВИ должны сразу вызывать врача и оставаться дома до полного выздоровления. Но, к сожалению, многие горожане пытаются перенести заболевание на ногах и не берут больничный из экономических соображений. Это не только провоцирует рост эпидемии в целом, но и грозит серьёзными осложнениями самому больному. Особенно это касается детей, которых родители отправляют в детские сады и школы, несмотря на явные признаки заболевания. Если ребёнок переносит вирусную инфекцию на ногах, он больше всего подвержен тому, что могут быть осложнения. Осложнения самые разнообразные. То есть это присоединение бактериальной инфекции, отиты, гаймориты, бронхиты, пневмония. Несмотря на доказанную эффективность медицинских масок, многие до сих пор с недоумением смотрят на тех, кто пользуется этим средством защиты в общественных местах. И совершенно зря. При правильном использовании медицинская маска существенно снижает риск передачи вируса. Во-первых, маски используются именно здоровыми людьми. Мы маски не одеваем на больных. Ими должны пользоваться здоровые люди при контакте с больными людьми или потенциально больными в местах массового скопления. При этом ношение масок на открытом воздухе нецелесообразно. Нужно обязательно просматривать и отслеживать время работы. Маска не безгранична. И в зависимости от вида маски, обычно это при покупке ее в аптеке, можно посмотреть, сколько часов она действует. После этого она не подлежит ни стирке, ни обработке. Ее просто выбрасывают, она одноразовая, и используют следующую маску. Все знают, как важно соблюдать правила личной гигиены, не посещать период эпидемии места большого скопления людей, избегать без необходимости контактов с заболевшими. И тем не менее пренебрегают этими простыми правилами, забывая, что здоровье самое ценное в жизни. И оно только в ваших руках.